В Нижневартовском многопрофильном центре для детей с инвалидностью придумали новую технологию реабилитации. Ребята пробуют себя в качестве журналистов и ведущих новостей. Как это помогает им раскрыться в сюжете Святослава Балконского. Начинаем. Ноехали. Начинаем, молодец. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это летняя оздоровительная программа «Радуга лета». Камера и собственная студия. Все почти как у профессионалов. Именно здесь юные журналисты создают свои видеопроекты. Часть идей уже реализовали. Раз в месяц выпуск новостей, параллельно съемки интервью с известными личностями Нижневартовска. Причем последнее в прямом эфире с трансляцией в социальные сети. Поэтому каждый выпуск требует серьезной подготовки. Очень нравится общаться со всеми. Там интервью, разные вопросы задаю. Заранее репетирую. Да, я постоянно по утрам встаю, беру листок и репетирую. Всегда. С виду детский проект, но в повестке серьезные темы. Молодежный сленг, буллинг среди подростков, социальная поддержка инвалидов. Юнкоры даже сняли документальный фильм о Великой Отечественной войне. Да и сами дети, говорят педагоги, с начала создания телестудии заметно повзрослели. У нас появилась идея попробовать детей, чтобы они сначала просто поигрались в журналиста. Но когда начали снимать их, увидели, что дети делают в коммуникативных навыках огромный шаг вперед. Они стали чувствовать увереннее в себе. У них появилась конкуренция, появился интерес. И так и создалась наша технология. Сейчас юные журналисты работают над следующим проектом – кулинарным шоу. Вместе с гостями ведущие будут готовить любимые блюда и обсуждать последние новости. Первый выпуск планируют выпустить уже в конце июля. Такой технологией реабилитации авторы планируют поделиться с другими подобными центрами. Все для того, чтобы у детей появился шанс найти себя и свой путь в жизни. Светослав Болконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.